В минувшие выходные свой профессиональный праздник отметили работники автотранспорта. Глава города Леонид Черкесов лично поздравил тех, кто вывозит тонны мусора из столицы. Здравствуйте. Как машины? Нормально. Здравствуйте. Ну, новый автобус, да? Как машины? Леонид Черкесов не просто спросил, но и проверил лично. В этот день городоначальнику представилась возможность посидеть за рулем мусоровоза. Кстати, как шутят сами работники, мусор в Чебоксарах возят на, пожалуй, самом дорогом белом Мерседесе в городе. Его вместе с другими автомобилями предприятие приобрело, чтобы обновить парк спецтехники. Выигрывает от этого весь город. Чистота наших улиц – вот это глобальная задача. И одну из важнейших в этой системе выполняет спецавтохозяйство. Это вывоз мусора и содержание в чистоте весь и все городское хозяйство. Практически город постепенно должны перейти на современные мусоровозы и на евре-контейнеры. Руководство спецавтохозяйства отмечает, пока вкладываются в развитие предприятия, но в будущем расти будет не только автопарк, но и заработная плата сотрудников. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика. Отметили День автомобилиста и в Канаше. Там провели конкурс по фигурному вождению среди водителей автобусов. Центральная площадь Канаша на некоторое время превратилась в автодром. На всеобщее обозрение вышли 8 водителей автобусов. Петухов, тяни в первый. Не бойся? Не бойся. Нету? Нету? Номер? В этот раз конкурс прошел в один этап. Участникам пришлось показывать свое мастерство лишь в скоростном маневрировании. Студии, вооружившись секундомерами, определяли лучших. Самый удачливый, быстрый и скромный, под интервью нашему каналу отказался наотрез, водитель канашского по АТП Максим Столбов. На втором месте Юрий Федоров. Серебро досталось Алексею Асташкову. Не свой автобус, непривычный автобус, но старался немножко. Желательно, почаще надо такие праздники проводить. И перед тем, как на такие мероприятия прийти, надо тренироваться. О значимости и важности подобных конкурсов говорят не только сами водители, но и сотрудники Минтрансреспублики. Поэтому и проводят такие испытания ежегодно. Мы посчитали, что город Канаш, он и транспортный, серьезный узел в республике, который заслужил данное право проведения вот этого объединенного праздника и дня дорожного хозяйства, и дня автомобильного хозяйства. Мне бы очень хотелось поздравить всех с профессиональным праздником, пожелать им доброго здоровья, семейного благополучия и счастья. И чтобы действительно они дарили нам только безопасность и дорожного движения, и в плане личного общения, чтобы это всегда было очень комфортно. Поздравления для транспортников республики звучали и в городском дворце культуры. Председатель кабинета министров Чуваши Иван Моторин специально приехал в Канаш, чтобы отметить лучших и вручить ведомственные награды представителям самой мобильной отрасли. В своем выступлении премьер-министр Чуваши подчеркнул также, что в республике уделяется особое внимание безопасному, надежному и качественному функционированию автомобильного транспорта и пожелал транспортникам безопасных и комфортных дорог. Галина Титарчук, Елизавета Зайцева, Республика.